На повестке дня семинара были озвучены новшества законодательства и основные способы формирования создания безбарьерной среды. Изменения коснутся как адаптации объектов, так и правил этикета при общении работников учреждений с людьми с ограниченными возможностями. Встреча прошла очень хорошо, очень много вопросов пообщались, осветили какие-то вопросы. В общем, еще предстоит работа. Будем работать в этом направлении. Несмотря на то, что программа «Доступная среда» работает с 2011 года, в этой сфере остается еще много пробелов. И задача семинара – показать, в каком направлении необходимо работать. Но, как отмечают руководители организации «Нефтекамска», работающие с инвалидами, погрешности хоть и есть, работа по обеспечению «Доступная среда» ведется. Большинство структур, социальных объектов у нас, конечно, приспособлены. В данное время действует федеральная программа «Доступная среда». И по данной программе большинство социальных объектов обеспечивается безбарьерной средой, доступной средой. Несмотря на то, что изменений очень много, они легко реализуемые. Как отметила руководитель отдела по делам инвалидов Минтруда и соцзащиты населения республики, чтобы создать доступную среду, необходимо в первую очередь поставить себя на место инвалидов. Если говорить в целом о ситуации в республике, даже сами общественные организации инвалидов отмечают, что из года в год ситуация все-таки каким-то образом улучшается. В первую очередь в рамках реализации, конечно, программы «Доступная среда», на которой мы привлекаем федеральные средства, средства федерального бюджета. Вот в этом году у нас 110 миллионов рублей из федерального бюджета затрачено на адаптацию объектов. В следующем году, я думаю, будет как минимум такая же сумма. Эти средства позволяют нам оборудовать достаточное число из приоритетных объектов социальных. По поручению премьеры министра Дмитрия Медведева, органам исполнительной власти на местах необходимо определить ответственных за исполнение федерального закона. Они будут определяться как на уровне самого субъекта, так и на уровнях всех министерств и ведомств, а также муниципальных образований. Марина Медвинская, Артур Мирзагитов, информационная программа «Ежедневник».